Привет спортсменам и болельщикам! Надеюсь, ваша спортивная неделя была насыщенной. Если же вы пропустили то или иное состязание, не знаете, какой счет был в матче любимой команды, вам сюда. Это программа «Дополнительное время» — еженедельный дайджест спортивных событий закрытого города. Готовы? Тогда на старт! Внимание! Марш! Давайте начнем этот выпуск не с саровских спортивных новостей, а с универсиады, которые проходят сегодня в Красноярске. Такого спортивного успеха давно не было видно. На сегодняшний день сборная России имеет в своей копилке более 50 медалей. 18 из которых золотые. Ближайший к нам страна конкурент — Корея. У них 12 медалей в общекомандном зачете, из них всего 6 золотых. Напомню, саров на этих играх представляют два саровчанина. Это Елена Севцова, там она в статусе волонтера, и Павел Медведев. Он был вызван в юниорскую сборную страны по хоккею и даже успел отличиться. 3 марта в Красноярске мужская студенческая сборная России провела свой второй матч. Очередными соперниками стали сверстники из Японии. Встреча завершилась со счетом 10-0 в пользу наших ребят. Павел отметился первой заброшенной шайбой. 5 марта в Арзамасе прошел региональный этап зимнего фестиваля ГТО среди всех категорий населения. Сборная Сарова заняла первое место в общекомандном зачете. В гонке на лыжах на 5 километров установив рекорд, первым оказался Александр Кулешов. В аналогичной гонке на 2 километра победила Екатерина Креницына. Также выиграла и в отжиманиях. Евгений Галихин занял первое место в подтягивании на высокой перекладине. По итогам личного первенства Евгений Галихин стал бронзовым призером. Анастасия Хренова и Наталья Бурцева взяли серебряные медали. А Татьяна Островская и Дмитрий Шумкин стали победителями личного первенства. 3 марта на спортивной базе в Городце завершились всероссийские юниорские соревнования по бадминтону Эмералд Кап. Серия Йоникс Гран-при 2019. Воспитанник молодежного центра Павел Кудашкин выиграл золотую медаль в мужском парном разряде и бронзовую медаль в смешанной паре. Среди девочек Екатерина Серова завоевала бронзу в женской паре. В конце февраля в австрийском Зейфельде, где проходил чемпионат мира по лыжным видам спорта, спортсменки разыграли медали в женской стафете 4 по 5 километров. Российская сборная в упорной борьбе стала бронзовым призером соревнований. Честь страны на мировой лыжне защищали Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская и Наталья Непряева. В Нижнем Новгороде прошел финал областных соревнований «Юные авиаторы». Саров представляли ребята Дворца детского творчества из объединений «Начальное техническое моделирование», 3D-моделирование и «Воздушные змеи». В итоге в жесткой конкуренции воспитанники Ирины Захаровой и Александра Егорова завоевали общекомандную бронзу. Саровчане уступили лишь сверстникам из Нижнего Новгорода и Шатков. Самый существенный вклад в общую копилку, одну тысячу баллов, внес Леонид Юртаев, занявший первое место в своей возрастной группе. Среди семейных команд саровчане тоже отличились. Матвей Семенов и Сергей Никулин завоевали второе место. Саровчанин Иван Гусихин стал серебряным призером среди юниоров на чемпионате мира Фапара Ски, проходившем в Чехии с 26 февраля по 3 марта. И, кстати, тренируется Иван у Кирилла Тюпанова, тоже жители нашего города. В минувшие выходные ХК Саров Инвест провел заключительные игры 1-4 плей-офф чемпионата Нижегородской области среди команд высшей лиги. 2 марта на домашней площадке саровчане провели вторую игру против Спартака из Городца. Проиграв первый матч на выезде в субботнем поединке, наши хоккеисты взяли реванш, не оставив сопернику ни единого шанса. Финальный свисток зафиксировал счет на табло 13-6. Подробности у Ирины Вышегородцевой. Уже в первые минуты встречи хоккеисты Саров Инвеста отправили в ворота городецкого Спартака сразу 4 шайбы. Отыграть соперник смог только 2. Еще 2 гости закатили во втором периоде, но в ответ получили 3 шайбы от саровчан. На перерыв команду ушли со счетом 7-4. В третьем периоде хозяева льда окончательно закрепили свои преимущества, закончив игру с разгромным счетом. В первом матче с городецким Спартаком в рамках серии плей-офф высшей лиги чемпионата области Саров Инвест уступил со счетом 9-7. В домашней встрече саровчанам удалось взять реванш. Завтра дерби решающее. Не им уступать нельзя, а не нам. У нас много на кону. Я думаю, что они тоже в том году. Но они в том году играли за 3-4 место, то есть первый этап они прошли. Не знаю, посмотрим. В третьей игре Саров Инвест обыграл городецкий Спартак со счетом 3-8 и вышел в полуфинал чемпионата области. Следующий матч команда проведет на выезде 9 марта. Саровчане скрестят клюшки с Таншаевским стартом. Начало матча в 13.00. На прошлой неделе завершились игры в рамках чемпионата города по волейболу среди мужчин. Конкуренция в турнире была невысокая, но достаточно динамичная. В финале сошлись команды «Энергия и Старт». Об игре за первое место среди мужских команд и третье место у женских расскажем далее. Как подмечают организаторы городского волейбольного чемпионата, с каждым годом интерес к этому виду спорта растет, особенно среди девушек. В этом году в матче за третье место команда 20-й школы сошлась с командой «Юниор». Встреча получилась напряженной. Команда «Юниор» начала хорошо, выиграла две партии, потом, видимо, расслабилась и проиграла три последующих. Ну, была борьба. Уровень команд одинаков, поэтому и пять партий вышло. Наибольший интерес зрителей привлек мужской финал чемпионата. На площадке сошлись команды «Энергия и Старт». Сезон для обеих команд получился коротким и насыщенным. Как объяснил капитан команды «Старт» Марат Мещеров, с этим соперником они уже встречались в прошлом сезоне и смогли победить. У них не было, скажем так, капитана Александра Барабина. Он уезжал на сборы в Арзамас, играл там по Нижегородской области. Может быть, это повлияло. Может быть, мы действительно были такие сильные. Каждый раз перед встречей с этим соперником команда «Старт» упорно тренируется, оттачивает подборы, пасы и блоки. В матче за первое место важен каждый забитый или пропущенный мяч. Команда находится в постоянном психологическом напряжении. «Энергия» команды «Корифей», скажем так, играют в чемпионате города давно. Ребята, большинство из сборной, как и у нас, города, в принципе, достойная очень команда. Каждый раз на одном уровне в тройке. Присутствие на поле капитана не спасло команду «Энергия» от поражения в этом году. В упорной борьбе спортсмены завода «Внеев» вновь одержали победу, стали чемпионами города 2019 года по волейболу. Сразу несколько наград привезли с областных соревнований юные футболисты «Икара». О золотых и бронзовых медалях и как они были завоеваны, смотрите прямо сейчас. По словам Артема Данилина, тренера футбольной команды «Икар-2» и «Акция-2005», золотых наград на областном уровне в мини-футболе не было уже много лет. Путь к победе был сложным. Сначала заняли второе место на турнире «Южных подгрупп», а затем вышли в финальный круг. В схватке за главные призы турнира соперниками наших мальчишек стала команда из «За Волжья». «За Волжья» неплохая команда, хорошо организованная, играет от обороны, поэтому всегда сложно взламывать оборону соперника, но нам удалось в конце первого тайма забить, и забить второй мяч уже уверенно довести игру до победы». Эта победа дала возможность команде продолжить выступать в чемпионате по мини-футболу уже на уровне зоны по «Волжья». До таких высот, по словам Артема Данилина, детские команды из «Сарова» еще не добирались. Соперники – сильнейшие команды со всего ПФО. В матче за бронзовую награду саровчане встретились с командой из «Уфы». «Играли строго, ребята настроились, ребятам объяснили. Мы повели 2-0, в первом тайме 1-0, во втором забили еще один, повели 2-0. Ребята с «Уфы» смогли отквитать один гол. То есть драматичная игра была, там все сказали, то есть руководители, кто проводил, просто такое не придумаешь». За три секунды до конца матча финцы сравнивают счет. Исход встречи решился в послематчевых пенальти, где спортивная удача оказалась на стороне саровчан. Как итог, заслуженные в упорной борьбе бронзовые награды и путевка на турнир сильнейших команд России по мини-футболу. Специальный приз, как лучший нападающий зоны по Волжью, получил Антон Кривонос. Молодой человек уверяет, что это не только его заслуга. «Я старался, конечно, добился это не сам, с помощью команды вместе добивались этого. Был очень рад этой награде». Как объяснили сами футболисты, третье место, завоеванное на зоне по Волжье, для команды, значит, не меньше, чем золото на областном турнире. Для ребят и их тренера эти награды, как минимум, равны по своей значимости. Каким будет результат на всероссийском уровне, узнаем совсем скоро. Такой была эта спортивная неделя в Сарове, состоящая из побед и поражений, успехов и неудач. Хотите быть в курсе всех наших новостей? Первым узнавать самую актуальную информацию или быть героем наших сюжетов и программ? Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук и Одноклассники. Всем побед! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!